Детские сердца поют хором. В минувшее воскресенье в областном центре состоялся второй по счету Всероссийский конкурс хоров детских школ искусств. На творческое состязание приехали 15 коллективов из Иваново, Шуи, Заволжска, Родников, Вичуги, а также таланты из Костромской и Владимирской областей. Возраст участников до 11 лет. Мне нравится выражение, когда представляют процесс обучения, как процесс соления огурцов. Вот в какой рассол попал, то из тебя и получилось. Так что рассол из искусства – это самый качественный, мне кажется, замес для дальнейшего развития любого человека. Чтобы показать залу и требовательному жюри свой талант, отведено всего три минуты выступления. Каждую минуту, рассказывают хормейстеры, нужно репетировать не менее шести часов. На репетиции их нас учат, учат фразировки, учат понимать, о чем поем, учат вокалу. В хоре важно не выделяться из всех и слушать своих соседей. Требования жюри очень разнообразны. Профессионалы оценивают интонационную частоту пения, ценят двуголосное исполнение, как показатель развития гармонического слуха, а также музыкальность и выразительность. Несмотря на то, что артисты маленькие, они должны четко понимать то, о чем поют. На сцене хор «Камертон» музыкальной школы номер два. Их выступления жюри посчитали лучшим и наградили дипломом первой степени. Репертуар концертмейстер выбирает в основном учебный, то есть классику. Но также встречаются русские народные и акапельные произведения. Но в последнее время много композиторов современных, ныне живущих, пишут много интересной музыки для детей. И вот в частности мы сегодня исполняли такое очень интересное произведение композитора современного, ныне живущего, табачника, сороконожка. Ребятам это очень нравится. Организаторы всероссийского конкурса одной из целей ставят популяризацию хорового пения. Концертмейстеры уверены, этого не требуется. Из детей, желающих заниматься музыкой в школах искусств очередь. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.